Всем привет! Сегодня в этом видеоуроке я хотела бы показать, как сделать вот такое вот сердечко с пико. Очень легкое сердечко в исполнении, вам пригодится для оформления разных, в общем, вязаных идей ваших, допустим, шапочки, пинеточки. И, допустим, хорошая идея для оформления на 14 февраля, то есть это сердечко вам может пригодиться в декорировании разных, допустим, вот я декорировала таким сердечком разные игрушки, и, допустим, могла на чашечку грелку, когда вязала грелку, на чашечку могла такое сердечко, куда говорится, пришить. В общем, куда ваша душа пожелает, как вы, в общем, видите и представляете себе, куда его нужно пришить это сердечко. Итак, я вам сегодня хочу показать, оно очень легкое в исполнении. Краешек, короткие ниточки зажимаете на ладошки и обволакиваете. Либо, если у вас тоненькая ниточка, просто два пальчика, делаете кольцо в игру. Я делаю побольше, так как у меня толстая нитка, толстый крючок я специально взяла для того, чтобы всем было видно. Делаете столбик один без накида, закрепляете это колечко, вот, и для него провязываете, в общем, нашу ладошную петелечку провязываете еще две. Теперь провязываете шесть столбиков с одним накидом. Делаете накид на крючок, в кольцо, в две петли, в две петли, то есть, опять накид, в кольцо, в две петли. Итак, делаете шесть столбиков с одним накидом. Мы делали сейчас три. Снова накид. Четыре. Пять. Шесть. Аккуратненько, чтобы у вас ничего не соскрайзывало. У меня немножечко большой крючок, крупные ниточки, поэтому немножечко неудобно. Теперь делаете три воздушные петли и втыкаете крючок. Вот, смотрите, в последнюю, откуда мы набирали воздушные петли в основании, вот, здесь вот, втыкаете в эти две петелечки. И делаете столбик без накида. Соединяете. И снова провязываете сюда же шесть столбиков с одним накидом. Один. Два. Три. Четыре. Пять. И шесть. Две воздушные петли и соединительной петелькой к кольцу наше. Теперь наше движущееся кольцо затягиваем, кольцо мигуруми. Хорошо затягиваем, эту петелечку максимально вытягиваем. Обрезаете ниточку, в общем. Я не буду этого делать, так как вам принцип понятен. Я надеюсь. Вот, смотрите, получилось вот такое красивое сердечко. Его немножечко поправляете. На самом деле принцип очень легкий. Смотрите. Вы делаете первоначально две воздушные петли и шесть столбиков с одним накидом. Кольцо петлом. И снова шесть столбиков, две воздушные петли. То есть принцип двух сторон одинаковый. Просто вы делаете сначала здесь, а здесь в конце. То есть посередине у вас колечко петлом. То есть на самом деле принцип, я думаю, что всем понятен. Очень простой. Хорошо затягиваете, чтобы у вас не было дырочки. Допустим, здесь кому нужна дырочка, можете оставить. Может сюда бусин кто-то прицепит, захочет. То есть, естественно, что от толщины ниточки, толщины крючка зависит размер этого сердечка. Оно может быть малюсенькое совсем. Вот, допустим, с тоньше ниточек совсем малюсенькие. Здесь немножечко по сравнению с ними большое. Я надеюсь, что вам понравился этот мастер-класс. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Все, всем ровных петельчиков. Пока-пока.